Вчера, 1 августа, окончание рассмотрения, то есть результаты конкурса, выгла красноярская фирма Сива Агроконская. Больше я пока ничего не могу сказать о ней, мы с ней ни разу, я в местах Сива Агроконской, мы с ней ни разу не работала, то есть окончание, начало производства работ, скорее всего это будет 10 дней после объявления окончания конкурса, скорее всего это будет 10-11 августа, то есть это выполнение работы. То, что мог узнать буквально из интернета, зашел хотя бы на их официальный сайт, на их страничку, да, это компания большая, имеет большой опыт работы в городе Красноярске и по укладке асфальтобетона, улица Красноярска, вот, помимо этого они ведут, ну, это другая деятельность у них основная, вот все, что пока могу сказать. Ну, а вы как опытный дорожник, когда-то о них слышали? Ну, я слышал, но я о них, как о дорожниках, я не слышал. А вообще как опытный дорожник, как вы считаете, в настолько сжатые сроки, возможно, в числе? Вы знаете, я просчитывал сам все, то есть асфальт уложить, это самое сложное в данном проекте, то есть это укладка подлинного ограждения и поребрика. Там порядка будет непорядка, а 18 километров, это, скорее всего, наверное, более долговременный объем работы, но этот объем работы, он не влияет на погодных условий, то есть можно работать и работать, да, и дочка бетона не под них. А вот укладка асфальтобетона, да, ну, здесь не так много, я просчитал, порядка 21 тысяча тонн асфальта, ну, это вполне реально, уложить этот асфальтобетон. А вы не знаете, у них он свой, где они будут работать? Я пока вот, вот только, что он сказал, больше я ничего не знаю, сказать ничего не буду. Но опасения у вас уже есть какие-то? Ну, в большей степени, наверное, о том, что кого они возьмут все подряд, мы понимаем, что, скорее всего, они самостоятельно весь объем натянуть не будут, поэтому, ну, будут брать субподрядчиков, ну, опять же, только в согласовании с заказчиком, то есть с нами, поэтому мы будем смотреть и каким-то образом уже реагировать, то есть устраивать нас этот подрядчик, субподрядчик или нет. А возможно, что субподрядчиком выступит фирма Ачинская ДРСУ? Ну, почему нет, все договорятся, почему нет.